25 марта в Полоцком государственном университете состоялось открытие лаборатории компьютерного моделирования и быстрого прототипирования. Новая межкафедральная лаборатория станет базой для научно-исследовательской деятельности молодых ученых ПГУ, а также будет использоваться в научной работе студентов широкого спектра специальностей, прежде всего технического и творческого профиля. В ходе работ по созданию и оснащению лаборатории за счет внебюджетных средств университета было приобретено специализированное оборудование. Компактный 3D-принтер Mojo, 3D-сканер высокого разрешения, 2 графические рабочие станции. Участие университета в международном проекте технической помощи Tempus, финансируемом Европейским Союзом, позволило создать в 3 лаборатории учебный компьютерный класс на 15 рабочих мест. Кроме того, лаборатория оснащена современной демонстрационной системой, интерактивной сенсорной панелью с двумя ЖК-телевизорами, интегрированными с рабочим местом преподавателя, а также реальными образцами моделей и изделий, изготовленных на различном оборудовании с применением существующих на сегодняшний день технологий 3D-печати. Под звуки фанфаров проректор по научной работе Полоцкого государственного университета Дмитрий Олегович Глухов и начальник Центра информационных технологий Алексей Леонидович Бураченок перерезали символическую ленту. С приветственным словом к присутствующим обратился ректор Полоцкого государственного университета, доктор технических наук, профессор Дмитрий Николаевич Лазовский. Мы открываем лабораторию, которая должна послужить прежде всего дальнейшему увеличению качества обучения специалистов, которые мы готовим в стенах Полоцкого государственного университета. Специалистов как первой, но и, что наиболее важно, второй ступени образования и послевузовского образования наших аспирантов и будущих кандидатов наук. Поэтому я желаю нашим, прежде всего, молодым ученым нашего университета широко пользоваться этой лабораторией. Ну и, безусловно, нашу подготовку по второй ступени образования магистратуры тут тоже надо подтягивать к широкому использованию этих новых веяний и в информатике, ну и, в общем-то, и в технике. Поэтому я поздравляю всех, что у нас в университете уже это стало реальностью. Ну и желаю эффективного использования. Говоря о значимости открытия межкафедральной лаборатории, Дмитрий Олегович Глухов подчеркнул. Я думаю, что сегодня очень знаковое событие, можно сказать, праздник в нашем университете, поскольку эта лаборатория первая в своем роде по целому ряду особенностей. Во-первых, она была создана не по инициативе ректората, а в связи с инициативой, которую выдвинули ученые университета, молодые наши ученые. Во-вторых, это, наверное, первая лаборатория в университете, которая действительно межкафедральная и выполняет роль междисциплинарной такой лаборатории. Заведующий кафедрой трубопроводного транспорта, водоснабжения и гидравлики Владимир Константинович Липский, подразделение которого стояло у истока в создании лаборатории, высказал слова искренней благодарности руководству университета, блестяще воплотившего в жизнь смелые мечты молодых ученых. В заключении торжественной церемонии Алексей Леонидович Бураченок и Артем Виталиевич Субанов познакомили присутствующих с оборудованием лабораторий и продемонстрировали процесс получения трехмерной модели с реального объекта – процесс 3D-сканирования. Торжественное открытие межкафедральной лаборатории предварял научно-практический семинар «Проблемы и перспективы интеграции инновационных продуктов и решений в области 3D-технологий в научно-образовательный процесс», проходивший в конференц-зале научной библиотеки ПГУ. Руководитель направления САПР компании Softline Ольга Эдуардовна Кончевская выступила с докладом «Формирование эффективной информационно-образовательной среды, обеспечивающей активную интеграцию инновационных продуктов и решение Autodesk в научно-образовательный процесс». Дмитрий Михайлович Калач, бренд-менеджер ООО «МАК Пресс Континент», рассказал о возможностях 3D-оборудования, в поставках которого специализируется его компания, а также продемонстрировал целый ряд выполненных на нем готовых инновационных изделий. Представитель компании NDT Engineering Limited Денис Валерьевич Тасевич познакомил участников семинара с технологией премиум-класса в сфере портативных измерительных приборов с мобильной координатной измерительной рукой с лазерным сканером. Анастасия Игоревна Бондарчук, старший преподаватель кафедры трубопроводного транспорта водоснабжения и гидравлики, познакомила собравшихся с возможностями программного комплекса по инженерному анализу ANSIS. Завершил программу научно-практического семинара заведующий лабораторией компьютерного моделирования и быстрого прототипирования Артем Витальевич Цубанов, выступивший с докладом об опыте использования 3D-технологий в Полоцком государственном университете.